Квартира в новостройке в центре города. Об этом мечтают многие жители Рязани. Однако не всегда все оказывается так красиво, как это описывается в рекламе при продаже жилья. Жители дома номер 8, корпус 2 на Касимовском шоссе, несколько недель назад столкнулись с проблемой. Из имеющихся двух выездов из двора у них остался лишь один. Вторые ворота работают, однако выезжая из них, машины упираются в шлагбаум, который обычно закрыт. Как выяснилось, шлагбаум принадлежит собственнику, прилегающей к дому земли, на которой расположена сауна, автосервис и строящееся здание. В какой-то момент он устал от того, что люди проезжают через его территорию и паркуются на ней. И он решил отрезать жильцам путь, ведущий на Касимовское шоссе. Людям это не понравилось, они начали обращаться в различные инстанции. Собственник земли не захотел, чтобы мы показывали его лицо и ответил на вопросы за кадром. Администрация посмотрела, действительно территории нашей, нам претензий с нашим шлагбаумом нет. А у нас вот теперь претензия к воротам этого дома, которые открываются за чем-то нашу территорию, и с их дома к нам заезжают машины, сделают здесь парковку. У них есть свой выезд из дома, но они выезжают на чужую территорию. Понимаете? И делают на моей территории парковку. Потому что у них парковок не хватает. И не дают мне работать. Собственника земли больше всего не устраивает именно то, что на его территории люди оставляют машины. Однако как могло получиться так, что второй выезд из дома проходит через чужую территорию, неизвестно. Теперь, когда жильцы этого дома лишились одного из выездов, они начали испытывать большие неудобства, выезжая через ворота, ведущие на улицу Попова. Крайне неудобно то, что нам оставили один выезд, по сути. Потому что вот здесь вечером с пяти часов пробка в сторону округа. И выезд становится затруднительным. Поэтому мы могли выехать с другой стороны, а теперь, к сожалению, мы этого сделать не можем. Кроме этого, жильцов дома беспокоит еще один вопрос. По их мнению, в сауну, которая расположена рядом, часто и в большом количестве приезжают девушки легкого поведения. Ситуация обостряется по выходным. Жильцы говорят о том, что пространство перед сауной бывает усыпано машинами, в которых находятся девушки, предлагающие свои услуги. Более того, в лифте этого одноподъездного жилого дома даже есть объявление об услугах девушек с номером телефона. Некоторые жильцы обеспокоены таким соседством, другие пока не обращают на это внимания. Однако утверждать однозначно о роде занятий девушек многие жильцы не берутся. По мне девушка она и девушка, но муж говорит, что да, а я на лице не написано, поэтому точно я сказать не могу. А шинмонтаж бывает, да, по вечерам тоже работает. По сути, одна из сторон двора, где расположена детская и спортивная площадка, а также зона для отдыха, граничит с шумной неприступной крепостью. С этой же стороны жильцы дома отрезаны от цивилизации. Как будет решаться проблема со шлагбаумом, пока неизвестно. Но жильцы говорят о том, что при покупке квартиры застройщик обещал им именно два выезда. Люди платили деньги за одно, а получили совершенно другую суровую реальность. Продолжение следует...